Обыкновенная горехвостка, садовая горехвостка или горехвостка лысушка – все это одна небольшая певчая птица из семейства мухоловковых. Она считается одной из самых красивых представительниц воробинообразных, живущих в парках, садах и на культурных ландшафтах европейской части России. Распознать горехвостку несложно. Отличительные черты – окрас хвоста и брюшка. Они насыщенно рыжие, серая спинка и почти белый лоб. Во время перелета с ветки на ветку горехвостка характерно подергивает хвостом, который будто вспыхивает ярким огнем в солнечных лучах. Отсюда и название – горехвостка. Самки имеют более бурое оперение. Распространена эта пернатая и в северо-западной Африке, и в Евразии на большей части территории России – к востоку до Забайкалья и Якутии. При камье почти всюду обычная лесная птица, распространенная от островных лесов, садов и городских зеленых насаждений в степной зоне до лесотундры. Самец прилетает первым, еще до распускания зелени и занимает территорию с подходящим местом для строительства гнезда. Таким местом может быть дупло дятла, полости в древесных стволах или толстых ветвях, искусственные домики, горехвосточники и синичники. Известны случаи гнездования в кучах хвороста и просто на земле. Выбрав место, самец начинает петь. Звонкая песня средней громкости, недлинная и неторопливая, состоит из нескольких трелей. Поют горехвостки весь световой день и даже ночью. Чуть позже прилетает самка, проверяет жилье и приступает к строительству гнезда. В ход идут трава, листья, мох, растительные волокна, кусочки коры и хвоя. В мае появляется полная кладка из 5-8 яиц, ярко-голубого цвета. Высиживает потомство преимущественно самка около 15 дней. Еще 13-15 дней вылупившиеся птенцы находятся в гнезде. А уже к середине июня происходит вылет молодых птиц. В течение недели их сопровождают и кормят родители. А после взрослые птицы приступают ко второй кладке. Первый выводок начинает жить самостоятельно. Прилет и отлет горехвосток напрямую зависит от наличия корма. Весной и летом это преимущественно насекомые, в холодное время в ход идут и ягоды. До самого июля голос этой птички будет доноситься в садах и парках, а яркий хвост пернатый подскажет даже неопытному глазу. Это горехвостка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok